Приветствую вас, ребят! Короче, сейчас чё расскажу. Нашёл охерительную игрушку, очень прикольная. Её смысл в чём? Это головоломка. Мы играем вдвоём, в параллели я и Джо Спин. На экране у Джо есть куб, у меня есть комната. Мы должны друг с другом взаимодействовать, чтобы развивать сюжет. Ох уж эти нелепые объяснения от меня и от Джо. Это будет угарно, ребят. Я вам гарантирую. Чтобы вам было попонятнее и поинтереснее, я попросил Диму Джо Спина заснять то, что происходит у него на экране. И когда будет появляться экран Джо, он будет подсвечен и будет слева снизу его аватарка. Для тех, кто сильно путается, моя аватарка будет на моём экране справа снизу без всяких подсветов. Я думаю, что всё объяснил, вы готовы. Небольшая реклама. И мы начинаем. Ну а если ты, дружище, хочешь продолжения, а там мы с Димкой поменяемся, я буду крутить кубик, а он мне будет объяснять. Там стало ещё всё непонятней. Ну, напиши об этом в комментариях и поставь лайк. Так я об этом узнаю. Эй, дружище, я нашёл для тебя игру с неограниченными возможностями, в которую приглашаю поиграть тебя вместе со мной. Матрёшка. Это бесплатная ролевая игра про Россию. Играй вместе с друзьями, стань защитником правопорядка или опасным бандитов, собрав свою банду. Покупай самые топовые авто и тюнингуй их на свой вкус. Охоться на диких зверей или отдохни на рыбалке. У нас есть хобби для всех. Пользуйся голосовым чатом, открывай свой бизнес и зарабатывай бешеные бабки, становясь топ-1 на сервере. Игру скачать очень просто. Скачай лаунчер по ссылке в описании. Зарегистрируй аккаунт с помощью Google или ВК. Выбери один из множества серверов, вводи имя персонажа и мой промокод Diadem. Дождись окончания загрузки игры и взлетай ко мне на шестой сервер. Я жду тебя. Так, играть в Past Within можно только вдвоем, а обоим игрокам нужно иметь свои копии игры. Есть? Ну, да, да. Отлично. Далее же. Каждый из вас может играть на предпочитаемой платформе. Связь между устройствами не нужна. Так, ладно, понял, хорошо. Вам нужен голосовой чат или вы должны общаться, бла-бла-бла. Спасибо, озвучил. Пожалуйста. Вы находитесь в одном месте. Постарайтесь не подглядывать в экран. Так, Димон, будешь мониторить, получишь по башке. Понял? Если вы застрянете, можете все-таки подглядеть. Так, вы здесь находитесь вместе. У вас обоих есть выбор между прошлым и будущим. Не выбирайте одно и то же. Так, Дим, что ты выбираешь? Прошлое или будущее? Ну, объективно я бы хотел будущее. Ну, типа Вангой быть. Так, Димка, я тогда давай выбираю прошлое, правильно? Ты будущее. Ну, если можно, да. Ну, давай. Вы выбрали прошлое. Вы выбрали будущее. Второй игрок выбрал будущее? Да. Вы слышите человека из будущего? Подожди, нет! Не нажимай. Так, вы слышите человека из будущего? Да. Выберите бабочку или пчелу. О-о-о, Димон! Ну, давай пчелу выберем. Нужно выбрать то же самое. Почему пчелу, а не бабочку? Ну, я уже выбрал пчелу. Выбор ли челу? Человек из будущего сделал такой же выбор? Да. Да, меня заставили. Так, не сомневаюсь, что вы готовы начать. Готов ли человек из будущего? Да. Димон, как там в будущем? Расскажи мне. Ну, с коленой не встали, Паш. А, понял. У вас останутся воспоминания об этом. Спасибо. Будущая глава 1 у меня. Прошлая глава 1. Нажмите для продолжения. Ну, давай посмотрим, что здесь будет. О, у меня письмо. А, у меня комп. Я достал какое-то письмо. Ржавое озеро. Ржавое устройство. Январь 1926 год. Если это письмо у тебя, значит, меня больше нет в этом мире. Но надежда остается. Последние пару месяцев я работал над устройством для установления контакта с благонадежным человеком из будущего. Димон, это про тебя. Я понял. Имея в виду, что этот человек может влиять на комнату, в которой ты находишься. Пожалуйста, открой эту коробку и жди дальнейших инструкций. Твой любящий отец, Альберт. Спасибо, пап. У меня здесь содержатся воспоминания с комнатой человека из прошлого. Слушай, у меня... Значит, смотри, что я вижу, Димк. Передо мной коробка, на которой, грубо говоря, 9 кнопок. Вот. Я их могу по очереди нажимать либо отжимать. Также справа вижу подобие картины, что-то такое, какое-то обрамление, что-то такое. Короче, у меня этот... Я связываюсь с человеком... А, о, у меня 4 цифры надо ввести. 1, 9, 6. Попробуй, пожалуйста. 1, 9... 2, 6. 2. У тебя проблемы с цифрами? Забыл, как выглядит. Да. Доступ разрешен. Передайте человеку в прошлом следующую информацию. Короче, представь 9 кубиков, да? Вижу. Которые у тебя есть, собственно. Нам надо, чтобы были закрашены крестом, типа, центральной и по углам по каждому углу. Есть. 5 штук. Так, спички получил, Дим. Угу, замечательно. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6. У меня есть такие штучки. У меня 6 квадратиков. На какой из них... Ты открыл коробку, да? Да, да, да. Ой, у меня спички появились, лол. Отлично. Дим, у меня есть часы. А часы показывают... Получается, ну, 12 ровно. А, я их могу выставлять. У тебя есть где-то время? Так, а мне что надо сделать? У меня... Времени пока нет, я получил переключатель. Подожди. Требуется подтверждение родства. Последовательность картин через панель. Кого, блин? Что? О, ха, 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 ха. Так. Ля, ля, ля. Это я. Это я, ребят, да. Всем привет. Так, у нас здесь есть шкафчики, но ключей у меня пока нет. Я правильно понимаю? Правильно. Требуется подтверждение родства. Введите последовательность картин через панель P17, R17. Так, ну смотри, я вижу картины. А есть картины в виде дерева, в виде ножа, в виде квадрата, в виде маски. Мне должна быть какая-то... Витраж. Нажмите и проведите на данное решение. Роза и Альберт. Есть фотка у меня, Дим. Есть пчела. Да, пчела у меня. О, пчела улетела. Да, пчела улетела, чувак. Фото дома. Расскажи мне, какие картины ты видишь. Не молчи, говори со мной. Что ты видишь? Я пока ничего не вижу, Пашка. Я не понимаю, куда мне этот переключатель переключить. Холодный суп взял. Там мне не надо панель R17. Как ходить в этой игре, не знаешь? Здесь, ну, не знаю. У меня просто перемещение по кругу. Типа на стрелочке право-лево по углам они нарисованы, братан. Ой, я нашел, куда вставить свечку. Нужна еще одна свеча. Нажмите и проведите для перемещения. Так это не перемещение, это вращение. А, вот же, господи. Все, я нашел переключатель, куда вставлять. Забей. Так, у меня появилось 4 картинки. 4 картинки, хорошо. Левая верхняя это пчел, правая верхняя это дом. Нет, тебе надо поменять. Значит, смотри, ты можешь это переместить? Да, могу. Справа пчела. Сверху, ага, есть. Слева дом. Ворона слева снизу. Что, кто слева? Ворона, ворона. Есть. И фото с папой справа снизу. Фото с папой, это два человека. Один маленький, другой побольше. Фото с папой. Это Роза и Альберт. А теперь я могу тебе сказать свои 4 картины. Так, твои 4 картины. Ага. Ага. А для чего она мне может понадобиться? Ну, очевидно, сейчас ты куда-то дойдешь тоже. Не, типа, я хожу по кругу, братан. Подожди, ладно. Семейный доступ разрешен. Сообщите символы. Внимание, комната в устройстве может перегреться. Используйте 3 слайдера для настройки. Так, погоди, символы, символы, символы. Где-то я что-то находил, связанное с символами. Какая-то странная коробка была. У тебя или у меня там еще что-то перегреться может? Давай символы. Символы, смотри, левый верхний, это такой перевернутый крест. Да, хорошо. Правый верхний, это кружок с крестом. По центру, да? А, нет. Круг. А, все, прям прицел, нашел, да, да, давай дальше. Слева, снизу вот круг с палочкой, как ты думал. Ага. И справа квадрат такой, поделенный тремя полосочками. Да, все, открыл, спасибо, взял уголь. Спасибо, Дим. Пожалуйста. Так, давай сразу закидывать уголь. И поджигать. Так, Дима, у меня открылось странное изображение полоски огня. У тебя есть такие полоски, которые разделены между собой такими же полосочками, небольшими? То есть длинная прямая, на которых есть деление. Я бы сказал, что у меня сейчас вообще ничего не происходит. У меня ничего не выпало нового предмета, никакого. Может, вот это что-то. А, тумблеры у меня какие-то переселкиваются, братан. Ну смотри, вот если можешь первое положение тумблера, самое левое поставить. Не, они только вверх-вниз. Только вверх-вниз. Угарный газ, я сейчас умру. Нет, 6. Я сейчас умру, нахуй. Угарный газ. А, про то, что ты умрешь, у меня же написано, я тебе читал. А, ну, шикарно. Спасибо, Дима. Угарный газ, можно как-то спасти меня, блядь? Устройство может перегреться. Используйте три слайдера для настройки разрядки дыма-газа. Если вдруг надо, два значка есть. Первый значок слева, это такая, как счёты, не знаю, плюс джеколоски. Подожди, подожди, бра, у меня пока некуда в значке эти. Второй вентилятор. Подожди, может... Три слайдера для настройки разрядки дыма-газа. Налил суп, блядь, ахут толку я суп налил, братан. А, блядь, ну, конечно, это у меня. Еб***ь, я тупой. Давай. Вон же она моргает. Так, раз, два, три. Так. Я могу тебе подсказать, первый влево, самый второй вправо, самый. И третий, не доходя до самого лева, вот одно деление. Ага, ну всё, есть батарейка. Конечно, я думаю, блядь, что за хуйня? Так, ты что-то нашёл, правильно? Батарейку, да, сейчас я вставлю. Я вот где-то её видел, собственно, куда вставить. Хорошо, не пугай меня, то я думаю, я так и умру здесь. Заву, задохнувшись в гаре. Тринадцать, двоеточие, пятнадцать. Тринадцать, двоеточие, пятнадцать. Это время, это часы. Так, тринадцать. Пятнадцать. Правильно? Час. Диафильм. Кто такой диафильм вообще? Открыл. О, всё, проветривай, пошло. Хорошо! Братан, ты спас меня, спасибо. Мы полностью проветрили квартиру. Так, старался. Так, что-то ещё у тебя есть? Диафильм. Какая-то собачка, ключ. Диафильм, собачка. Ключ видел, куда вставить сейчас. Ключ вообще здесь. Так, фото папа ушла, и там надпись. Дорогая Роза, носи маску. Спасибо, папа. Так, я забыдобрал ключ. Ключ по-любому от одного из шкафчиков. У меня есть для тебя информация некая. Сейчас, погоди. У меня есть круг с тремя символами. Отлично. Секунду, Дим, я открываю. Маска. Снежная маска. Я надел снежную маску. Отлично. И у меня всё замёрзло, Дим. У меня всё замёрзло. Кто такой диафильм, Паша? Ты диадем, ты должен знать. Диафильм, это прокручивают, короче, на специальных устройствах, и проекция на стену идёт. Старая такая, помнишь, диафильмы? Они такие вытянутые, с точечками. Такие нарезанные бумажки, меленькие, вверх. Это кадр, типа, условно. Да, да, да. Вентиляция активирована. Сообщите время, разблокируйте линзу. Используйте три переключателя линз и загляните в комнату человека из прошлого. Ты мне, наверное, должен сказать условия. Да, могу тебе сказать условия. У меня есть дверь, на которой нарисована куча всякой хрени непонятной. У меня есть три символа вокруг линзы. Давай, говори какие. Эти три символа, типа, слева. Точка, стрелочка и крест. Да. Отлично. Точку ставишь вниз. Точку ставишь ровно вниз. Ага. Крест вправо, ровно по центру. И стрелочка влево, ровно по центру. Да. Ага. Всё, заглядываю в твою комнату. Ну, здорово. У меня есть какие-то две, как они, фрески, не фрески. На стекле когда это. Это вот, чувак, это вот сейчас я на них смотрю. А во! Я могу на что-то нажимать и замораживать. Говори. Ну, у меня моргают, по крайней мере, справа сверху. В центре слева. В центре слева. И снизу слева. Всё? Ну, три штуки моргают, да. Или что с ними делать надо? Всё нормально, да, всё правильно. Их надо было просто разморозить. Так, у меня поменялось, Дим, расположение символов. Значит, теперь ты... Ты же можешь их использовать ещё раз? Ну, да. Отлично. Вот теперь, значит, точечку ты передвигаешь на одну влево. Угу. Стрелочку на одну влево вверх, получается. Угу. А крест... Да. А крест на две влево, наверх твой, то есть, то бишь. Угу. Да, заглядываю. Теперь левая верхняя и правая нижняя. Левая верхняя. И правая нижняя. И всё, да? Да. Две всего. Да. Так, значит, эти, наоборот, должны быть заморожены. Нет, что-то не хватает, бро. Может, она у тебя зеркальная? Да, у тебя зеркальное отображение почему-то было. Не, ну подожди, я тебе в прошлый раз сказал символы, которые у меня моргали, и ты сказал, что всё сработало. Всё сработало. Подожди, а ты символы видишь? Ты можешь их описывать? Ну, короче, как кораблик такой разрезанный. Ага, и нож. И нож. Ну вот, да, так было бы проще, мы правильно с тобой поняли бы. Так, Дим, значит, смотри. По поводу точечки. Продвигаешь ещё раз на одну влево. Угу. А стрелочка у тебя, получается, не по центру сверху, а левее на одну. Угу. А крест у тебя не по центру справа, а на одну ниже. Не по центру справа, а на одну ниже. Ага. Получается. Так, теперь моргают кораблик, гора, куб и нож. Отлично. Значит, смотри, теперь дружочек ровно по центру сверху. Точечка. Точечка. Стрелочка ровно по центру справа. Так, подожди. Стрелочка ровно по центру справа. Они просто по очереди должны вертаться. Кружочек сверху. Крестик где? Крестик слева по центру. Там открылась эта штука, и оттуда стоит какая-то тетка в маске. Тетка в маске? Это я, это я, это я, это я, Димон. Ну, привет, чувак. Смотри, у меня дверь открылась. Это, походу, вот этот, этот, блядь. Я твой глаз увидел, чувак. А ты, ну, правильно, ты подошел вот и увидел. Да. Зачем так близко подходишь? Это есть странная игрушка. Ну-ка, можно ее потянуть? Нет, нельзя обтянуть. Who is it? Who is this? Ага. Что я могу сюда? Ничего не могу. Так, короче, у меня есть очень странное устройство, Димон. И оно пока не кликабельное. Зрительный контакт с человеком в прошлом установлен. Задействуйте шесть переключателей и вставьте дискету. Так, жди, насчет шести переключателей есть у меня идея. Есть у меня канделябр с шестью свечками. Пятью свечками, ладно. Поджог, ключ. Отлично. У меня есть ключ, братан. Сейчас я буду доставать из следующего ящика что-то важное. Угадал ящик. Идеально. У меня есть слепок. Ухо. Ну, на самом деле, это дневник. Дим, у меня есть дневник. У него ухо там нарисовано. Тебе поможет это как-то? Левенько. Здесь ничего особо у меня... А, вот, что-то нашел, блядь. О, боже, Димон. Короче, Мария, у меня есть картинки с надписью кость, плоть, кровь. Есть рисунок из шести символов, который тебе нужен. Мне надо шесть переключателей. Хорошо. Вверх. Первый вверх. Ага. Второй вниз. Ага. Вверх. Ага. Вниз. Ага. Вниз. Ага. Вниз. Ага, есть. Отлично. Так, еще у меня есть кубическое устройство. Ухо надо вставить сюда. Я же пытался. Алло. Я вставил дискету. Там загружается программа извлечения. Ага. Понял тебя. Извлекается гробик. Гробик, отлично. Могу тебе что-то... Сообщите код и нажмите Enter. Имя Альберт Ван... Только определенные буковки, бро. А если буковки, моргающие или нет? Моргающие. Л. Л. В. А. В. А. Е. Р. Е. Р. О. Есть. Открыл гроб. Боже, какая жуть. Это мой папа. Зачем? Зато у меня появился ключ от алтаря. Нет. Я же не должен отрезать ему ухо. Пашка. Да. У меня контрольный вопрос после вскрытия гроба. Что ближе всего к сердцу Альберта Вандербаума? Четыре буквы. Без проблем, братан. Ай. А, это такая, знаешь, черточка просто. Ай. Если ты не умеешь писать. Потом. Дэй. Такой полукруг, короче. Понял? Так. Дальше. Эй. Это вот как шалашик, но ты такой дверь поставил. Да, я понял. И Ви. Это вот как, ну, птичка летит. Нет. Ну, короче, такая, без крыльев такая птичка. Понял? Падает птичка, ладно. Ну, Виктори, типа, птичка такая. Ммм, хорошо. Человек из прошлого размещает ключ от алтаря и получает три субстанции. Кость, плоть и кровь. Выберите инструкцию. Что? Я могу тебе подсказать, брат. Ну, у меня кость моргает. Это, типа, рот, зубы. Что первое? Кость, плоть или кровь? Кость. Ну, типа, у нас с тобой одинаково надо. Кость, это зубы. Открытие люка. Какое-то. Так, погоди, сейчас я вставлю. Идите к люку, сообщите последовательность зубов человеку из прошлого. Сейчас, брось, секундочку. Ё-моё. Последовательность зубов. Давай, диктуй, что там у тебя под кость, кровь, вот это всё. Ну, я не знаю. Да будьте, я не знаю. У меня нарисован зубик. А могу ли я сейчас положить это сюда? Интер, человек из прошлого добыл кость? Нет. Идите к люку. Я понял. Последовательность зубов человеку из прошлого. Подожди, я должен быть зубик. Я пошёл, я пошёл добывать зубы. Ну, пи***. А чем мне вытащить зубик-то? А ты можешь мне сказать какой-нибудь очерёд? Нет. Очерёдность нажатия зубов надо какой-то. У меня нарисован один зубик. Нет. Бро, мне тут надо какая-то комбинация от тебя с зубами. Их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять зубов. Смотри. Верхний ряд у меня. Раз, два, три, четыре, пятый. Потом третий. А-а-а, стой. Мне тут надо комбину. Дальше второй слева снизу. Смотри, мне кажется, знаешь, что происходит? Дальше второй слева снизу. Я нажимаю с одной стороны, ты нажимаешь с другой стороны, нет? Ага, ну не знаю. А у тебя дальше третий слева сверху? Значит, смотри, я тебе объясню, как это работает. Я вот нажимаю пятый слева, мне начинает шататься в нижнем ряду второй зубик. Понял? Пятый слева, в нижнем ряду второй, да. Он у меня тоже нажимается, если что. Хорошо, дальше у тебя есть что-то? А дальше третий слева сверху. Хорошо. Начал шататься и нажал уже. В нижнем ряду, где начал шататься, получается, шестой. Шестой. Ага, да, нажалось. Значит, в верхнем ряду предпредпоследний. Предпред. Восьмой, получается. Нажал? Да, начал, да, зашатался в правом верхнем углу самый последний зубик. Ага, есть. А теперь левый, нижний, четвертый. Левый, нижний, четвертый. Нажал. Зашатался предпредпоследний из нижнего ряду восьмой. Предпред, нижний ряд, вот. Ага. Значит, шестерка верхняя. Верхняя шестерка. Есть! Дабл зуб. И он продолжает шататься. Боже, это ужасно. Да. Так. Ну шо, шо, шо. Где у меня тут зубики? Надо вставлять. Человек из прошлого добыл кость. Да. А еще добыл ручку. А что теперь надо добыть еще? Теперь надо, ну, это... Сейчас скажу. У меня, если что, есть... Есть комбина, братан, если что, из буквок, которые 2Y3Z1X. Подскажет? Там такое видео, в виде такого ромба перевернутого. Пока ничего такого не видел, честно. У меня здесь какая-то капелька еще есть. Так, отлично. Вот я вообще, блядь, не знаю, где плоть эту смотреть. Когда-то в детстве... Смотри, смотри, насчет плоти. Я нашел его, это дневник, и у меня, типа, написано, когда-то в детстве на меня напали пчелы. Брат и сестра смеялись надо мной. И да, она разбила мне сердце. Рождение моей дочери Розы было величайшим достижением в моем жизни. Я работал над кубическим устройством, чтобы установить контакт с будущим. Я знаю, что когда я проиграю партию в шахматы, то моя первая жизнь закончится. Моя темная душа будет продолжать жить в будущем, ожидая воскрешения. Человек из прошлого должен зажечь свечи и положить дневник. Сообщите информацию из диафильмов. У меня люк какой-то для диафильма открылся. Получается. Да, вот, вот, все, нашел. Смотри, в детстве на кого-то нападают пчелы. В детстве на отца. Ну, я понимаю, мне надо... Квадратик правый нижний. Правый нижний квадратик. Хорошо, дальше. Ладно, следующий диафильм. Это у меня мужик сидит в шахматы и играет. Нет, 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 нет. Предыдущая должна быть. Хотя, подожди. В смысле? А, шахматы, я понял, понял, понял. Шахматы. Вот, перемотал, давай, говори, какой квадрат. Сейчас. Левый, верхний. Хорошо, дальше. Поверьте диафильм, описывай. Чувак, ну, точнее, силуэт чувака, черный такой, с глазами белыми. Лежит в позе, хуйми кого, или это, прыгает. Демон какой-то. Ну, вот, наверное, здесь, давай, какой квадрат. Справа, сверху. Хорошо, давай дальше. Чувак в пиджаке с новорожденным. Ага, давай. Левый, нижний. Хорошо. Женщина, вот, столика, правый, сверху. Да, дальше. Чувак сидит, ковыряет какую-то коробочку. Да-да. Правый, нижний. Есть. Я заполнил дневник. Отлично. Открыл, получил нож. Что с этим делать, я знаю, Демон. Я пошел отрезать ухо. Так, человек добыл плоть? Пока нет. Ладно. Скажешь, как отрезать. Уже, блядь, отрезал. Все прям? Да, ну, слегковые ухо. Так, хорошо. Точно хорошо? Тогда кровь. Сейчас я ухо запихну. Так, значит, по поводу крови. Я, если что, ухо уже положил, братишка. Так, по поводу крови, братан. Вот у меня есть какой-то ромб и цифры, я могу тебе назвать, какие там буквы и цифры. Да, x, y, z и 1, 2, 3 есть. Значит, смотри, 2y, 3z, 1x. Тебя не взломаешь надежно. Да бебец. Послание в глазу ворона. Ага, ага, это подсказка для меня. Я знаю, где ворон. Это картина. Йо-майо. Так, ты готов вводить? Y3. Y3, дальше. X1. X1. Z2. Угу. Послание в вашем отражении. Йо-майо. Вводишь? Да. 3, 1. Угу. 2, Z. Угу. Y, X. Так, у меня тут какой-то условный план комнаты. Ага. А, это, наверное, те двери, которые ты раздвигал двойные. Они условно сверху. Так? Ага. Снизу гроб. Правильно? Напротив этих дверей. Сейчас посмотрю. Да. Значит, если ты становишься вот прямо возле гроба... Стою. ...и смотришь в сторону этих дверей... Угу. Ну, кажется, на двери смотрю. Да, да. Тебе надо ровно на 90 градусов повернуться. Направо или налево? Направо. Ага. И там предмет какой-то. Самый правый, самый почти близкий к углу. Понял, вижу. На нем стрелочка. Нашел ложку, братан. Вводи циферки. Угу. X, Z, Y, 3, 1, 2. Съешьте горячий суп и найдите подарок. Понял. Подарок будет на дне. Это будет ключ, скорее всего. Я пошел жрать суп. Ага, это камень. Это лучше. Это лучше. Я знаю, куда его вставить. Есть. Я взял ватную палочку и бутылочку. Пошел добывать кровь. Здорово, мужик. Боже, какая гадость-то. Браво, я добыл кровь. Ха-ха-ха-ха. Жить какая. Так, и что дальше? Так, кровь, по-моему, у нас вот сюда встает. Ну да. Конечно, надо нажать. Так, теперь, братан, теперь. Правильно стоял? Да. Человек из прошлого размещает ключ от алтаря и получает три субстанции. Бла-бла-бла-бла-бла. Так. Есть у меня. Не надо инструкцию. Закончить. Секунду, Дим. Моя дорогая дочь Роза, когда ты прочитаешь это письмо, ты уже активируешь устройство, над которым я работал. Если использовать его правильно, она поможет одному человеку в 1984-м. Дим, эта цифра для тебя. 980-4. Твоя задача переместить кость, плоть и кровь в будущее, чтобы начать процесс воскрешения. Твой любящий отец Альберт. Так, я получил кассету. Клево. Ставьте кассету и сообщите время. Откройте шахматную доску. Вам обоим нужно завершить партию в шахматы. Так, я готов время. Сообщи мне время. Мне надо кассету вставить, погодь. 14.35. А, блядь, каждый раз будут впугаться этой хуйни. Так, 14.35, да? У меня музон тут заиграл. Из устройства этого. Да, конечно, ебанно. Так, остались у меня землетрясение началось. Да, это от музыки моей. Не помню. Ага, окей. Так, откройте шахматную доску. Это у тебя или у меня? У меня шахматная доска есть, но она сейчас не активна, потому что тебе музыка херачит. А, ну вам обоим нужно завершить партию в шахматы. Как это сделать? О, подожди, ваза разбилась. Отлично. Дим, у меня ключ нашел, подожди. Все хорошо, я нашел. Я уже вот так что завершился нормально, ваза разбилась из-за музона. Так, отлично, у меня есть черная и белая фигурка, Дим. Да, блин, если бы мне это очень... А, ну с другой стороны... Куда ставить черно-белую фигуру? Вот здесь. Сейчас, сейчас, сейчас я откручу. Вот. Ну, короче. Смотри, у меня белая походила на А6. На А6. Как она могла вот туда... Ну вот, смотри. А, это шашки, а не шахматы. Ну, наверное. И что мне надо сделать? Мне тоже ее переставить на А6. А у меня черная походила на Е5. Вот. Вот то, что надо. Белая Дим походила на А3. А3. Черная на Е1. Е1. Белая походила на Ф3. Ф3. Черная походила на С3. Белая походила на Д1. А черная на С6. На С6. Д6. Приблизилась плотную. Белая. Угу. Есть. Отлично. Все, я получил монету. Загрузка программы скачка... Или скачка напряжения, извиняюсь. Ага. Ну давай, я жду тогда скачка напряжения, потому что у меня вот появилась монетка, куда ее запихнуть я в душе не знаю пока. Человек из прошлого кладет монеты на глаза усопшего. Понял. Спасибо. Возможно повреждение души. Так, ну я положил. Программа скачка напряжения инициирована. Направьте эту энергию на создание связи между прошлым и будущим. Золотой куб. Золотой куб. Есть у меня. Это я должен нажать. Нет, это не золотой куб. Так, настройте разрядку дыма-газа, задействуйте шесть переключателей, разорвите зрительный контакт. Так, разрядка дым-газа, у меня три тумблера, помнишь, были? Ну, у тебя их надо заново? Да. Самый левый. Ага. Самый правый. Ага. Не доходя одну до левого. А, не работает сейчас так. Задействуйте шесть переключателей. А, оно сбросилось, понял? Еще дай шесть переключателей мне заново. А, все по новой. Ага. Хорошо, вверх, вниз, вверх и все вниз. Интересно окину, ничего не получилось. Так, те были лево-право и одно деление слева, да? Лево-право, да, и одно деление слева, да. Что я, допустим, мог бы сделать? О, так, стоп. Знаешь что? Что? Я не обращал внимания на одну деталь. Удивительно. У меня какое-то не то зеркало, не то кто, и там появляется душа, вот это, рисунок чувака с глазами белыми. А рядом с ней... А рядом с ней? Есть типа три тумблера и горит самый правый. Это тебе о чем-то может сказать? Три тумблера и горит самый правый. Могу ли я где-то что-то переключить? Я тупой. Что? Я тупой, я нашел. Я нашел, братан, я нашел. Это все это время из-за тебя? Да, да, да. Я просто не видел монету, прикинь. Я думал, это рисунок. Все, у меня превратилось в душу. Оно вылазит. Оно вылазит. Оно поползло. Он полез по дымоходу куда-то. Ладно. Он вот отсидит. Уже почти пора. Э. Новые символы появились, Дим. Записывай. Вниз. Тумблеры, твои шесть тумблеров. Вверх. Вниз. Вниз. Вверх, вверх. Угу. Господня. Изменились тумблеры для погашения печи. По центру ровно. Давай. Лево самое. Угу. Право самое. Угу. Да, есть. Сработало что-то? Да, теперь у меня еще два преда. Сейчас я их вставляю. Подожди. Ну все, теперь все три пункта готовы. Отлично. То, что я тебе и говорил, будь здоров. Мне нужна твоя помощь. Так вот, рычаг скачка напряжения разблокирован. Подтяните для завершения. И где он? А вот, вижу его. Ну давай, ты готов? Да, давай. Наблюдай. Давай. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. 15-20. Это мне время надо установить, да? Наверное. 15. Скажешь, когда установишь? Хорошо. Есть, остановил. Так, человек из прошлого... Током, током. Что происходит? Человек из прошлого создал золотой куб и поместил его в кубическое устройство. Так. Нам придется использовать энергию из 1984-го. Чтобы создать новую связь с будущим. Я понял, окей. Золотой куб. Да, вот он, золотой куб. Я добыл золотой куб, Дим. И поместил его в кубическое устройство? Да. Поместил, да. Хорошо. Каждому из вас нужно нажать на кнопку вниз и держать 10 секунд. Нажимайте и держите одновременно. Готов? Да, давай. Раз, два, три. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все. Давай. Ай, что, 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 не, 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 вот это не такая версия хорошая, давай вот так вот, да, вот так вот. Будущая, глава 2. Это была первая, да? Ну, походу, прошлая, глава вторая. Так, ну, прежде чем начинать, нажать для продолжения, Дим, я думаю, что на этом мы и сегодня закончим. Ребят, подписчики, если вам понравился данный ролик, пишите, мы обязательно заснимем продолжение. Не понравится, мы не будем ничего снимать, как обычно. А с вами был Джо Спин, это человек из будущего. Вот, подписывайтесь на него. И устаревший Диадем, да? Ну, да, и да, и совсем старый Диадем. Из 1984. Абсолютно верно. Все, ребят, ссылочка на Димку в описании. Всем хорошего настроения и пока. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok